добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о плодах или мы говорим о плодах духа святого в нашей жизни сегодня хотел бы поговорить о благости или же говорят современным языком о доброте нет доброго вам не говорит апостол павел не живет в плоти моей доброго знаете это такое вот утверждение она достаточно сильная именно она является еще одним свидетельством того что доброта это плод духа святого другими словами мы с вами добры только тогда когда дух святой действует через нас всякий раз когда мы пытаемся проявлять собственные какие-то качества собственное отношение она всегда будет с налетом либо грусти либо злости как говорила моя бабушка главное если мы хотим быть добрыми это опираться не на собственное понимание мира не на собственное ощущение жизни она духа святого который живет внутри нас однажды к иисусу если вы помните эту историю подошел юноша сказал учитель благе и помните что ответил христос никто не благ кроме одного бога то есть никто в этом мире не является добрым кроме бога когда мы с вами это понимаем то мы должны четко понять что как бы мы с вами не тренировались быть добрыми мы не достигнем этой цели потому что нет доброго в нас говорит апостол павел и нет никого в мире доброго кроме бога соответственно каждый раз когда я проявляю доброту кому-то это он через меня проявляет доброту к этому человеку когда я поступаю проявляя агрессию непрощение злобу там и так далее это я делаю но как только я вдруг проявляю доброту говорю что-то доброе и так далее это не я это не моя природа это я соединившийся с духом святым и это его знаете вот вибрации это его влияние это его жизнь которая отражается на мне и проявляется в этом мире конечно волна вибраций она гаснет потому что мы все-таки люди у нас очень маленькое передаточное число но послушайте когда мы говорим о плодах мы говорим опять же вот об этих взаимоотношениях с богом мы говорим о духе святом который живя в нас проявляется через нас здесь все очень просто друзья мы настолько добры насколько мы позволяем ему через нас проявляться если мы загоняем духа святого в угол если мы не даем ему свободы если мы не послушны ему мы будем проявлять агрессию злобу но если мы говорим делаем и живем так как он желает то доброта будет исходить из нас главное помнить что это не наша доброта это его доброта и чем более тесно мы будем с ним взаимодействовать чем более тесно у нас с ним взаимоотношения тем добрее будут наши слова и поступки у нас им м и и и Продолжение следует...